Что общего между Иванковым, Павловкой, Угледаром и Владивостоком? Российским городом, который находится в 9 тысячах километров от Украины. Их объединяет 155-я гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота российской армии. Именно это подразделение уже трижды за год понесло колоссальные потери в войне против Украины. Эта бригада считается элитной, на нее возлагал большие надежды сам Путин, но, как показывает практика, то, что считается элитным в России, в Украине малоэффективно. Морские пехотенцы 155-й бригады Тихоокеанского флота на территорию Украины зашли практически сразу после начала полномасштабного вторжения. Кадровые военные, подготовленные, имеющие опыт боевых действий в Чечне и Сирии. Территория от реки Ирпень в сторону Киева, 5 километров, взята полностью под контроль наших войск. Что взяли, то и отдали. Продержаться под Киевом морским пехотинцам удалось совсем недолго. Уже 13 марта журналист Роман Цымбалюк написал, подразделение 155-й отдельной бригады Тихоокеанского флота практически полностью уничтожено вооруженными силами Украины. В результате принятия необдуманных решений командования бригады, потери составили около 600 военнослужащих убитыми и столько же раненых. В это же время личный состав бригады не имеет доступа к продуктам питания и жилью. В экстренном порядке россияне восполнили потери 40-й Петропавловск-Камчатской бригады. 19 марта сообщил Генеральный штаб. А 28 марта Путин присвоил 155-й бригаде звание гвардейской. Российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Мужественно и назвав это жестом доброй воли, путинские солдаты тактически отступили из Киевской области, уничтожая все на своем пути и совершая военные преступления против мирного населения. Украинские спецслужбы опубликовали поименный список тех, кто принимал участие в оккупации сел Иванков и разважив Выжгородского района. О морских пехотинцах снова заговорили в начале ноября. Точнее, они сами дали о себе знать, обратившись в телеграмме за помощью к губернатору. В результате мы и морпехи Камчатки наступаем на Павловку. В результате тщательно спланированного наступления великими полководцами мы потеряли за 4 дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 50% техники. Это только наша бригада. Губернатор Приморья Олег Кожемяк отреагировал. Записал видеообращение, уверив, что все это фейк, наступление идет по плану. Мы связались с командирами. Потери есть, тяжелые бои. Но они далеко не такие, как пишут в этом обращении. Мы направили материалы в военную прокуратуру. От Владивостока до Павловки Донецкой области больше 9 тысяч километров. Но он уверен, что потери не такие. Губернатору, наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Ну или ему просто приказали врать. Из Москвы приказали. И вот уже 2023 год. Февраль. И снова Донецкая область. Россияне начали новое наступление на Углидар. В главной роли все та же 155-я гвардейская бригада морской пехоты. Все в кучу с***. Если бы у меня было столько техники, я бы с*** уже ту Россию раком поставил. Украинские беспилотники фиксируют, так сказать, массовое самоубийство российских военных. Выдвигается наступление. Первая колонна танков подрывается на минах. Следом, вторая и третья. Украинская артиллерия отрабатывает цели. Проанализировав, военные эксперты насчитали более 30 единиц уничтоженной под Углидаром техники. Успешно развиваются боевые действия в районах Углидара и Артемовска. Сообщения о кульминации и тактических неудачах российских войск в районе Углидара в Донецкой области вероятно еще больше ослабили веру российского ультра-националистического сообщества в то, что российские силы способны начать решительную наступательную операцию. Известный блогер, связанный с Кремлем, утверждал, что российские войска не смогли быстро продвинуться в первые дни наступления на Углидар и что российские войска потеряли инициативу к концу января из-за быстрой переброски резервов украинских войск в этот район. О проблемах с личным составом 155-й бригады и непрофессиональном командовании говорят сами военные, которым удалось выжить и попасть в украинский плен. В ноябре был прикомандирован в дивизию морской пехоты в Владивостоке. с целью выполнения задач на СВО отправляют в основном военнослужащих, у которых заканчиваются контракты или которые имеют не очень хорошее отношение с командованием. А на телеце можно? Можно. Все полный долбан. Я пришел добровольцем. Очень тупо воюет наша военная армия Российской Федерации. За несколько дней сжег большую часть танков своей БГИ. Потерял не знаю, несколько человек убедили. Пленами-то. Как бы мы не знаем других. Потом пехоту, которую мы должны были поддержать. Я слышал о таких учебках, где верно-то дошло, из них осталось 20 человек. Не признавать собственные потери – обычное дело для Кремля. Пехота морская работает как слим. Прямо сейчас героически сражаются. И Тихоокеанского флота, и всех. По данным разведок, под Углидаром 155-я гвардейская бригада снова потеряла около полутысячи солдат. Когда-то элитные войска использовались российскими командирами как пушечное мясо. И даже если бригаду снова попробуют доукомплектовать мобилизованными, это вряд ли поможет россиянам создать достаточные наступательные возможности для полномасштабного и быстрого механизированного наступления, констатируют военные эксперты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова